Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором каждый день вы найдете свежие обзоры на все, что в игре появляется. И сейчас я буду открывать контейнеры на XM66F, ПТ-ха, о которой я мечтал еще с тех пор, как она у меня появилась на тесте и было еще перед новогодними праздниками это все. И до сих пор машину держали, не выставляли ее, один раз она появилась на новогодние праздники в снежном шаре и на этом все. И вот сейчас она появилась в контейнерах. В отношении XM66F, даже если я ее сейчас не достану из контейнеров, в любом случае перейду на пресс-аккаунт и мы ее выкатим из ангара. Там все и обсудим. Ну а что касается меня, то я открою не все контейнеры по одной простой причине, потому что для того, чтобы гарантом забрать себе данную машину, необходимо открыть 30 контейнеров. 30 контейнеров это полная стоимость всего, что здесь вы видите. И общая стоимость всех этих контейнеров будет 62,5 тысячи голды. Я очень хочу себе XM66F, но такую сумму отдавать за десятку я не могу. Реально очень дорого. И я, честно говоря, рассчитывал, что можно будет купить 3 раза по 10 контейнеров по 15 тысяч и за 45 тысяч, но еще куда не шло и то все равно перебор. Постараюсь попытать удачи так, чтобы достать из тех контейнеров, которые финансово могу себе позволить. Покупаем в первую очередь с вами 10 контейнеров за 15 тысяч. Самое выгодное предложение. И давайте будем открывать. 10 контейнеров, я надеюсь, все-таки дадут мне эту машину. Тачки нет. Минус контейнер раз. Ну давай, родимая, давай. 5 тысяч голды. 5 тысяч голды возвращается и камуфляж на данную тачку уже будет ждать машину, которая появится в ангаре. Рано или поздно я ею все равно обзаведусь. 5 тысяч голды это очень неплохо. Получается, что я за 10 тысяч купил этих 10 контейнеров. Пока ничего, осталось 6 контейнеров. Ну, родимая, давай. Давай мне, танчик, пожалуйста. Еще 500 голды. Ну, не подкачай, не подкачай. Есть! Есть XM66F за 10 тысяч голды. Даже меньше, меньше. Получается, 6,5 косарей я забираю тачку. И у меня еще есть несколько контейнеров на то, чтобы открыть. Блин, как я счастлив. Как я счастлив. Это просто, просто неиноверно. Мне давно так не везло. Очень давно. А на своем основном аккаунте я вообще такого везения не помню, чтобы мне из контейнеров реально выпадало то, что меня интересует. Да я даже из рулеток на основном контейнере забирал все только на последних прокруток. Мега, мега имба! Ребят, безумно счастлив. Просто додури. Спасибо большое игре за то, что предоставила мне такой фарт сегодня. Действительно, сделала мой день. Дайте мне буквально пару секунд на то, чтобы я настроил машину. Обсудим ее и сразу едем в бой. Ну что ж, друзья. Давайте будем обсуждать и поехали на ней кататься. Для начала обсудим технические характеристики, как обычно, по орудию. Все остальное заценим с вами непосредственно в самом бою. Итак, что у нас здесь есть? Ну, во-первых, здесь есть механика аварийная гусеница, что позволяет откатываться назад в случае, если гуслю вам сбили. Да, пускай не с такой же скоростью, как обычно, но все-таки очень часто помогает. По орудию все просто великолепно. Время сведения 4 секунды. Кто-то скажет много, но я считаю, что это вполне нормальный показатель для данного орудия, потому что вы набрасываете по 410 единиц альфы каждые 7 секунд. Это действительно очень круто. Пробитие 270. Более чем достаточно, чтобы играть. Хотя, если вдруг не хватает, то есть не сильно мною любимые, но все-таки кумулятивные снаряды с пробитием в 340. В отношении угла склонения орудия вниз целых минус 10. И с учетом того, что, ребят, здесь у нас очень бодрая броня по башне с шикарной приведенкой от башни, ну или от рубки, отыгрывать на данной ПТшке, ну сам боженька велел. ДПМ в 3443 единицы с учетом уровня бронирования данной машины, ну и, соответственно, уровня живучести данной тачки действительно реализуем. В отношении слабых мест. Слабое место, нижняя часть корпуса спереди, ну и верхняя часть, если становитесь как-нибудь вот так, тогда действительно пробивают. Ну а что касается башни рубки, то здесь у нас, ребят, частично повожачивающаяся рубочка по бокам. И это помогает выцеливать своих соперников, не двигая корпус, соответственно, не увеличивая до бешеных размеров свой разброс. А приведенки здесь больше, чем достаточно для того, чтобы танковать. Ну что, поехали на мечте-то покатаемся немножко. Сейчас убедимся в том, что попадем в обычный бой. Я хочу заехать в превосходство, а не во встречку. Ну и, соответственно, погнали тестить. Итак, ребят, поехали. Как обычно, начинаем сразу с подвижности. И, как вы видите, подвижность, несмотря на хорошее бронирование у машины, действительно присутствует. В отношении маневренности тоже абсолютно никаких вопросов у меня не возникает. В отношении выцеливания соперников. Время сведения долговатое. И по ощущениям, по первым боям будет казаться, что не сильно комфортное. Но когда к этому привыкаешь, когда понимаешь, что на данной машине нет необходимости обязательно сразу лететь вперед, а можно немножечко подождать и играть расслабленно. Потому что даже если вдруг в вас будет кто-то стрелять, то с высокой долей вероятности вас не пробьют, если вы будете грамотно отыгрывать от башни. То в целом, ребят, к этому времени сведения привыкаешь довольно быстро. Ну и машина сама по себе показывает вам, что чувак, не торопись, расслабься. Получи удовольствие от того, что происходит в бою и играй, можно сказать, на расслабоне. Мне лично данная тачка очень сильно нравится. Шикарный урон на данный момент нанес 466 единиц. И, как вы видите, я уже практически перезарядился, не пользуясь адреналином. Без адреналина можно играть вполне спокойно. А адреналин необходимо использовать тогда, когда уж прям точно, прям сейчас надо стрелять. Ну и, соответственно, необходимо дозарядиться. 320 сейчас танканул. Уже хорошо, уже приятно. И вот я опять готов к бою, опять готов стрелять. И еще 513 единиц урона. Ребят, и так эта ПТшка играется постоянно. Я не киберспортсмен, я не суперстатист. Я обычный простой игрок с обычной простой статистикой. И при этом всем я вполне спокойно реализую данную ПТху, реализую ее позитивные стороны. И мне действительно нравится на ней играть. Она впечатлила меня еще тогда, когда мне дали ее на тестирование. Я еще тогда сказал, что я буду забирать эту машину любой ценой. Ну как, на тот момент я рассчитывал, что забирать я ее буду, скорее всего, из какой-то рулетки, в которой ее привезут. Ну и, соответственно, был готов крутить данную рулетку до конца. При этом всем завезли в контейнерах, и вот когда я увидел общую стоимость по контам, я понял, что, наверное, я погорячился. И любой ценой, не любой ценой, но все-таки рано или поздно придется остановиться. Как вы видите, сейчас XM, которая была против меня, имела серый нижний бронелист, который я благополучно закинул. Да, пускай вынести не вынес, но урон нанес. И в целом, ребят, даже этим боем я уже доволен. Сейчас посмотрите на результаты по настрелу. Я попробую заехать еще в одну каточку. Глядишь, получится сделать что-то большее. Ну и будем говорить откровенно. Не то, чтобы я перекладывал ответственность за поражение в данном бою на союзников, но все-таки счет 7-2 говорит сам за себя. Самостоятельно за всю команду все равно не вытянешь. Поэтому, если попали в бой с союзниками, которые, ну, прямо скажем, не сильно старались над тем, чтобы победить, то рассчитывать на победу никогда не приходится, вне зависимости от того, на какой машине вы играете. Считаю ли я, что я проиграл в этом бою? Нет, не считаю. 2700 единиц, один уничтоженный соперник. И будь наши ребята-союзники более грамотными или более подкованными, или с большим желанием к победе, то, соответственно, я бы находился дальше, на первом месте в своей команде по нанесенному урону, и имел бы шикарную победу. Ну а в данном случае, к сожалению, проиграли. В данном бою я считаю, что особо лайкать некого, поэтому полайкаю наших соперников, которые действительно молодцы, круто отыграли. И, кстати, обратите внимание, кто занимает первое место в команде у соперников по урону, и с каким результатом. Тоже сделал один фраг, 2880 единиц урона, но этот товарищ объехал через всю карту, и особо не в кого настреливать было, поэтому настрелял, сколько успел. Я лично считаю, что это уже очень крутой показатель. Ну а вы свое мнение пишите обязательно в комментариях. Ну что, берем машину и поехали еще на одну катку. Глядишь, получится еще что-то лучше. Итак, ребят, погнали. И с учетом уровня бронирования тачки, с учетом ее возможностей терпеть соперников, а в частности их выстрелы, сама вселенная тихо шепчет мне на ухо, ГСН, едь быстренько с тяжелыми танками, тебе как раз место в городе. И да, действительно, в городе место по одной простой причине, потому что там есть развалины на этой карте, за которыми я могу спрятать свой нижний бронелист, отыгрывать от рубки. И стоит также отметить, пока мы катимся в город вместе со своими союзниками, что как бы вы не повернули свою рубку, все равно приведенка в ней остается очень большой. Да, появляются некоторые серые зоны, но если при этом еще и как истукан не стоять на месте, а немножко двигаться вперед-назад, то в целом выцелить серые зоны действительно сложновато. Ну вот, допустим, вот это место. Как нельзя, кстати, подходит. И опять-таки, давайте будем говорить по поводу поворачивающейся рубки. Очень комфортно. То есть мой корпус остается за укрытием, при этом я могу рубку повернуть и вполне спокойно отстреливать по соперникам. Здесь немножко не дотягиваю, ну да не беда. Сейчас подъедем немножечко поближе, поддержим нашего АМХ. АМХ, ребята, ВК-шники пытаются работать исключительно от горки. ВЗ непонятно зачем прорвался вперед, ну да бог с ним. Как решил, пусть так делает. Моя задача в данном случае, если он уже туда зарвался, то не порицать его, а просто попытаться ему помочь. В данном случае имеет смысл подключить адреналин, существенно ускорить время перезарядки орудия, и в таком случае с адреналином составляет 5 с копеечкой секунд, что действительно очень комфортно, и за каждый выстрел я накидываю по 400-400 с копейками. Тоже очень бодро. Не отворачивайся, пожалуйста, я хочу тебя все-таки добрать. Доберет нашего ВЗ, скорее всего. Нет, нашему ВЗшнику повезло. Молодец парень. Ну или девчонка, кто его знает, кто там за штурвалом сидит. Счет 3-2, шансы на победу довольно-таки высокие. Сейчас попытаюсь прокатиться через город, поработать от неровностей на точке B. Ну и, соответственно, буду классной ПТХ и поддержки. Так, до точки B не доехали. Давайте попытаемся выжить. Да хватит уже ли в конце концов? Что происходит? Ну, брат, сейчас ты за это ответишь. Сейчас ты за это ответишь однозначно. Дай мне только сил до тебя докатиться, и я тебя отправлю отдыхать. Ну не уходи, пожалуйста. Опять-таки вопрос поворачивающейся рубки. Нет необходимости полностью вытягивать весь корпус. Достаточно просто выехать, вывернуть орудие на сторону. И, кстати, поворот рубки довольно-таки серьезный. Да ну! Да ну, перестань! Не надо так делать больше. Эх! Эх, фугас не зашел в корму. А жаль. Шансы были довольно высоки. Как и в предыдущем бою, скорее всего, будет один фраг. В отношении аварийной гусеницы, как вы видели, она сработала. Но решил поремкаться. Не знал, сколько у товарища еще в барабане снарядов для меня припасено. Ну и давай, обходи. Обходи с этой стороны. Если наш тебя не доберет, то я это сделаю. Добрали-таки. Ну вот такая вот победа. Короче говоря, если откровенно, лично от меня, мнение следующее. В отношении ПТХи, как на меня, она великолепна. И я действительно планирую на ней играть, ну если не постоянно, то максимально часто. И сомневаюсь, что она мне сможет надоесть. Потому что во время теста, пока она у меня была, даже когда, в принципе, я прошел все необходимые этапы тестирования машины, я все равно продолжал на ней играть уже чисто ради фана и удовольствия. В данном бою опять 2700 единиц нанесенного урона и один уничтоженный соперник. Правда, в этом случае у нас победа, благодаря тому, что союзники не слились в начале боя и не устраивали разброты шатания по карте. А отыграли довольно грамотно, поддержали друг друга. ВЗ пошел на рожон, но было кому его поддержать, в том числе и вашему покорному слуге. И я лично боем безумно доволен. Обязательно лайкаем наших союзников в данном бою. Они действительно все красавчики, все молодцы. Сделали все необходимое для того, чтобы победить. Ну и в целом эту победу заслуженно получили. Ну а что касается наших соперников, то, как обычно, лайкаем лучших бойцов, потому что они создавали нам хорошую компанию в бою и оказывали достойное сопротивление. Да, проиграли, но, как вы видите, они играли все ровно, один в один, плечом к плечу и достойны нашего уважения. Лайкайте не только своих союзников, но и своих соперников. Ну а теперь, ребят, в отношении самих контейнеров. Как вы знаете, вы на канале абсолютно честного мнения по поводу всего, что в игре происходит. И да, в данном случае мне действительно очень сильно повезло. Практически даром забрать данную тачку. Если вы хотите написать в комментариях по поводу того, что мой аккаунт подкручен, то перед тем, как это делать, посмотрите другие мои открытия на основном аккаунте. Как контейнеров, так и про крутые рулетки. Ну а уж после этого делайте выводы, насколько сильно мой аккаунт подкручен. А вообще считаю его открученным практически на полную. Ну, единственное что, за исключением конкретного случая. Если вы хотите видеть только честное мнение, подписывайтесь на канал. Если вы хотите знать честное мнение по поводу контейнеров, то они безумно дорогие. И понятное дело, что открывать целых 30 контейнеров, это действительно абсурдно. Рано или поздно эта тачка все равно появится на продаже. И тогда вы сможете ее купить гораздо дешевле. Ну или в конце концов появится в рулетке, и там она тоже явно будет дешевле, нежели стоимость 30 контейнеров, а именно 62 с половиной тысячи голды. Побежал снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья, мои искренне желаю мира, везения такого, как мне сегодня повезло, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова